Всем доброго времени суток! С вами Сайлент Машика, и только-только отгрымел Девстрим 130-й, поэтому давайте же посмотрим, что нам там разрабы интересного рассказали. Но сначала упомяну, что твич-дропом выступала она со старой доброй, а в качестве дрофлотус нам доступны катализатор и гриф знойных дней, потому не пропускайте. Далее разрабы упомянули, что текущий сезон Эмиссара продлится скорее всего дольше 10 недель в общем, поэтому продлят как сезон Волка. Дополнительно упомянули, что концовка сезона Эмиссара будет занимательной, отсылая к прошлому ДЕ, поэтому посмотрим. После сезона Эмиссара последует очередной антракт, а в следующем сезоне будут некие дополнительные изменения касательно подачи наград. Награды же прошлого сезона, сезона Волка, вернутся в будущем, но когда – неизвестно. Далее нам немного показали статус Делюксов. Здесь вы можете видеть Эквинокс Делюкс. Слева направо идут у нас Ночь, День и Совместная Форма. А также показали и Вару Делюкс. Уже она находится в игре, вместе с материалами. Дополнительно имеется лук Артемиды для демонстрации. На удивление, разрабы также решились переделать значок Ранга Мастерства, который отображается, когда вы просматриваете состав вашего отряда. Начинаться всё будет с обычного кружка, который будет обрисовываться деталями, в зависимости от вашего Ранга Мастерства. Видимо, поводом стало то, что мы стали подкрадываться всё ближе и ближе к 30-му Рангу Мастерства. Но кто знает. Затем последовала демонстрация прогресс работы над эмоцией Шазин. Добавили туда много всякого по сравнению с прошлой демонстрацией, и хотя вряд ли у данного инструмента будет широкий потенциал, позабавиться всё равно будет можно. Дадут также возможность отключить звук Шазин союзников, если вас такое раздражает, а также звук инструмента будет отличаться в зависимости от окружения. Потому неплохо. Далее, когда разрабы зашли в рамки Звёздной карты, там были указания на некие миссии со вспышками заражения. Три на Церере и три на Нептуне. Возможно, это связано с дальнейшими событиями сезона Эмиссара, но кто знает. Затем у нас пошли новости касательно фреймов. Стало известно, что Гаусс и Грэндал всё-таки не выйдут вместе, а Гаусс выйдет впервые. Грэндал последует позже. Что касается времени, то Гаусс должен выйти в рамках ближайшего мейнлайн обновления, а именно в конце августа. Что же будет в этом обновлении, так это улучшение режима сбоя, об этом позже, также расширят слоты модов разлома до 120, сделают наконец-то ссылки на билды и внешний вид, встроенный в игру, завезут предел количества друзей в 1000, а также завезут ту самую игру на Шазин. Дополнительно Симмерису добавят моды разлома для оружия Стражей для покупки, а также стоит ожидать некие изменения ближнего боя. Затем пошла небольшая демонстрация Гаусса с обновлёнными эффектами, но зато наконец показали оружие Гаусса. Основа – это некая винтовка Акселтра. Перезарядка у неё будет быстрее при беге, но само по себе оружие похоже на автомат с некими взрывающимися снарядами. Что касается вторички, то это парные пистолеты Акариус. Выстреливают они снарядами, которые достигают своей боеготовности после некоторого времени полёта, взрывая врагов. Далее наконец-таки пошёл разбор Грэнделла. На удивление, хоть он и жирный, но неких ограничений на передвижение у него нет. Первая способность позволяет ему пожирать врагов, накапливая их в качестве зарядов для иных способностей аля Нидус. Но чем больше врагов пожиранной содержится внутри, тем быстрее будет тратиться ваша энергия. Можно также управлять камерой при поглощении для того, чтобы захватить нескольких врагов сразу. Желудок Грэнделла будет увеличиваться в зависимости от количества поглощённых врагов. Также урон, который получаете вы, будет передаваться и на содержащихся внутри вас врагов. С помощью второй способности вы сможете переварить пожиранных врагов для раздачи бафа на определённую область. Всего имеется 3 бафа, в зависимости от типа врагов. Вы сможете либо получать дополнительную энергию при поборе сферы энергии, либо получить бонусную броню, либо наносить урон токсинам по площади. Что касается третьей способности, то она позволит выблёвывать жертв с нанесением урона токсинам, используя тех жертв как снаряды. Четвёртая способность тоже любопытна в том плане, что вы превратитесь во всепоглощающий колобок, который увеличивается в размерах, в зависимости от количества поглощённых врагов. Тем не менее, если у вас закончится энергия в ульте, то при выходе из такого шара вы будете оглушены. Для активации ульты вам понадобится заранее поглощённый враг. Шаром можно будет управлять вручную, но движения зависят от физики. Что касается пассивки Грэндаула, то у вас будет увеличиваться броня в зависимости от количества поглощённых врагов. Как мы будем выбивать Грэндаула ещё не особо ясно, но что касается Гаусса, то будет он получаться в некоторые доли, через обновлённый режим сбоя. Никакого квеста тут не предвидится, но хотят разрабы попробовать завести немного лора Гауссу. Если игрокам это понравится, то могут провернуть нечто подобное и с Грэндаулом. Дополнительно, пока бегали по равнинам идолона разрабы, можно было заметить, что завезли новые бонусные этапы заказов Цетуса. Среди тех, которые нам удалось увидеть, это необходимо было защищать терминал, до такой степени, чтобы у него прочность не упала ниже 80%, а также захватить нужно было врага без лишних убийств. Теперь, что касается расширения режима сбоя. Суть заключается в том, что теперь этот режим будет доступен не только для корпуса. Мол, Алла-2 продаёт всем желающим свою технологию, в данном случае Грэнир. Носителями ключей здесь выступают Гули, а комментариями нас сопровождает Уточка. Всего планируется добавить 5 новых миссий, в том числе на Крепость Кувы, где будет награда в виде Кувы, и на Луа, с некой неизвестной, но новой наградой. Что касается малозначительной информации, то разрабы согласились, что необходимо добавить ауру для увеличения щитов, так как такая аура на данный момент отсутствует. Также модулярные Ачвиги могут получить свои мистификаторы, наподобие того, как Зо получили свои мистификаторы. В плане реворков пока что всё внимание посвящено Вабану, а ввод Личи Кувы не должен изменить экономику Кувы, потому фарм из-за их ввода не изменится. Также были продемонстрированы заражённые декорации для датьё, которые должны быть выпущены в неком будущем. Под конец стрима разрабы немного показали Рейлджека. В частности, был показан размер сухого дока, чтобы вы могли заранее выделить место у себя в датьё под строительство. Имеется также в этой комнате исследование оружия и прочего. Что касается самого оружия, то улучшаться оно будет последовательно, с помощью ресурсов, потому здесь никаких модов не предвидится. Также несколько удивительным является тот факт, что модули со способностями могут попадаться вам в игре разного качества, потому можно будет находить разные версии одной и той же способности, как лучше, так и хуже. Поэтому здесь философия такова, что улучшать мы будем не модули, а сам корабль с помощью ресурсов, в то время как модули надо будет находить. Что касается геймплея, то разрабы полетели на Сатурн, где показали работу тиневого поля. Способность эта рассчитана для соло игроков, чтобы можно было безопасно покидать корабль без риска его разрушения. Все огни при этом в интернере будут гореть красным, а снаружи корабль будет практически невидим. Также разрабы подтвердили, что изначально Рейлджек выйдет только с врагами Гренир, соответствующими кораблями, крепостями и прочим. Все остальные фракции последуют позже. И под конец упомянули разрабы, что дата следующего дефстрима неизвестна, так как последует задержка из-за отпусков и путевки разрабов в Японию на Tokyo Game Show, поэтому несколько недель как минимум придется нам обходиться без дефстримов. И на этом заканчивается основная информация касательно дефстрима, поэтому надеюсь вы нашли для себя эту информацию полезной. Но от меня на сегодня уже точно все, потому всем всего, всем удачи и всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...